здравствуйте дорогие друзья мы сегодня с вами продегустируем интересную линейку тамновулин я его очень давно дегустировал это виски недорогого ценового диапазона я увидел у нас появилось очень интересные два вида тамновулина это тамновулин в выдержанный в бочках красного вина и в бочках выдержанные в бочках марсала так как марсала я дегустировал и мне так понравился висклер я решил сначала тамновулин попробовать в красном вине причем оно интересно я такого еще не дегустировал потому что написано что это испанские бочки из-под гренажа и я этого еще ни разу не пробовал поэтому я решил продегустировать если мне понравится эта серия я куплю конечно еще из-под марсалы друзья давайте попробуем давайте продегустируем вот такая необычная упаковка сама бутылка выглядит вот так вот 40 градусов что я от него ожидаю ну наверное чего-то интересного хотелось бы от гренажа это одно из моих любимых видов винограда я ожидаю всегда какой-то терпкости какой-то густоты ну давайте попробуем давайте узнаем обошелся он мне до 40 евро я точно не вспомню по моим 36 евро или 35 евро вот в такой вот ценовом диапазоне пробка пластиковая но как я люблю говорить что и а у анока 20 лет тоже было 24 года пластиковая пробка цвет цвет вы знаете красивый на самом деле цвет такой каштановый мне цвет нравится виски подкрашивался он или нет я не знаю я думаю что наверное подкрашивался хотя кто его знает может и нет ну при том что это 40 градусов алкоголь довольно таки сильно бьют в нос вы знаете это удивительно потому что я привык ну динстон который делает все свои виски 46 градусов бунна хаван который делает от 46 и больше градусов и 40 градусов меня честно говоря удивляет что именно первое что еще при вдыхании аромата это крепость алкоголя при том что это у меня бокал трапециевидные марки кристофля который лучше чем у меня есть ручной бокал тулип ручной работы специально для виски и вот в этом кристофле лучше ощущается аромат и к сожалению вот только сейчас ушел алкоголь сейчас пошла но знаете аромат абсолютно простой он сладкий чуть терпковатый я бы его сравнил с ароматом джеймсона вот вот честно вот мне вот я чего-то вспоминаю вот такая вот сладость от джеймсона есть вот терпкость но вот у меня жена такой аромат любит называть простите за выражение портянками я конечно могу назвать этот аромат что какая-то такая гармония кислинки с терпкостью но на самом деле такой вот сладкий невыразительный аромат давайте попробуем по вкусу ну по вкусу намного лучше если аромат ним ну честно говоря разочаровал наверное бы были большие ожидания потому что это надпись вот прям вот здесь вот написано если вам будет видно специальный эдишн гренаж из в испанских бочках выдержит ну то есть я ожидал знаете вот именно наверное благодаря этой надписи то есть все-таки глоток абсолютно нормальный хороший сейчас после вкусе сладко ванильная я бы сказал после вкусе я не ощущаю я не понимаю откуда здесь бочки гренажа будет бочки какого-то красного вина давайте я сейчас подержу ну это нас давайте подержу там секунд пять шесть может что-то будет происходить средняя маслянистость маслянистость у него присутствует пока держишь во рту ну где-то на шестой секунде на седьмой вот сладость и пошла такая терпкость какая-то глоток интересный глоток сладкий с нотками есть проскальзывает нотка вина есть какой-то баланс кислости терпкости который потом исчезает в баланс кислости терпкости исчезает потом сладости что я могу сказать друзьям ну в принципе если вот знаете я хотел сказать в принципе если подумать это неплохо а потом вспомнил динстон виржен ок который стоит 33 евро еще дешевле чем он и я вам скажу так друзья динстон виржен ок лучше намного там на вулин мы попробовали и закончили потому что я вот его и не пил я помню что я когда-то пробовал причем это было лет наверное 12-15 назад когда я только начинал риски исследования и я пробовал там на там на вулин и я на этом закончил то есть вот видать прошли годы к сожалению эта марка и осталась на вот этом уровне каком-то ну низшего ценового сегмента но к сожалению тот же динстон который вот начальная уровень вот винокурни динстон если вы не видели посмотрите у меня есть много динстона на канале единственный виржен ок и 12 лет и 15 органик и 18 лет и вот я скажу что динстон виржен ок он будет получше он будет ярче и больше но у него больше будет своего я больше ярко выраженной виски этот виски пойдет он пойдет в компанию он пойдет под еду какую-то такую вот он он питейный он выпьется но чтобы я вам советовал купить я вам однозначно его не советую покупать друзья я вам советую тогда выбрать динстон виржен ок если у вас динстон виржен ок стоит 50 или 60 евро ну тогда да тогда этот виски за 35 вам пойдет а иначе динстон виржен ок даже за 40 евро будет намного интереснее и лучше конечно я с вами прощаюсь там на улино вон у меня только один на столе но исследовать марсалу я не буду я не буду портить свое впечатление от вистлера марсала виски сам называется вистлер мозаик который выдержался друзья хорошего вечера оставайтесь с нами пускай все будет хорошо если не жалко поставьте лайк если вы дегустировали напишите мне если вы дегустируете просто там на вулин и вам какой-то очень понравился напишите мне будет интересно и возможно я куплю тоже продегустирую до новых встреч